Сейчас мы пойдем в крепость Аккерман. Сейчас купим билеты и пойдем. Билеты мы купили. Кстати, взрослый билет стоит 80 гривен, а для подростков где-то 40 рублей. Это старая крепость Аккерман. Ее строили генуэзцы в 14 веке. Аккерман в Белгороднестровском городе на Украине находится. Вся площадь более 9 гектар. Расположена прямо на берегу Днестровского лимана. А рядышком старый город, античный город Сира, древнегреческий. У них другая вера. Они не как мы с вами верим в Иисуса Христа. Они верят в Аллаха, они мусульмане. Вот поэтому, когда они ворвались на территорию крепости, они разрушили церковь. Она находилась прямо на этом месте. Все, что от нее осталось, это вот этот, вот видите, полуковый фундамент. Алтарь там находился. И на месте церкви турки строят свой молитвенный дом, который называется мечеть. Но каждая мечеть должна иметь при себе хоть одну башенку, ни наред. Мечеть была очень большой и первой в городе, поэтому турки ее гордо называли Большой мечетью Великого Боязита. Только вот величие сооружения не спасло. Мечеть была разрушена в ходе последующих военных действий. А минорет сохранился только благодаря своей высоте. Просто горожане стали его использовать уже как маяк кораблян, проходившим по водам реки. А в те далекие времена вход в эту башню проходил через мечеть. Видите, прямоугольное отверстие, закрытое камненное сено просматривается. Только представьте, внутри этой маленькой узенькой башни бьется очень крутая винтовая лестница. Она выводила на круглый деревянный балкон, который венчал эту башню. А с его высоты пять раз в день священник мусульманский и призывал турок к молитве. Теперь вы поняли, для чего мы еще не наехали? А вот балкон на тот момент заняла только одна башня в крепости. Вот она. С тех пор ее так и называют башня Пушкина. Только балкон натворил турок, и мы с вами подсушили. И мы с вами подсушили. А это башня. Она имеет отопление. С помощью камина потапливалась. И это говорит уже о том, что башня была не только защитным сооружением, но в ней проживал небольшой взгляд в воде. А вы видите, а башня пушкина normalmente в детстве. Это башня. Это труба, это остатки минарета церкви турецкой. Раньше вот на этом месте стояла православная церковь, а когда турки захватили, у них же другая вера, церковь нашу разрушили и построили мечеть. И вот осталась только труба. Там внутри этой башни лесенка еще есть, винтовая. А это торжевая башня. Это крепость такая большая, стена крепостная. Сейчас мы верно в башню Пушкина пойдем. А там сейчас покажем башню Пушкина. Называется так, потому что когда-то Пушкин приезжал сюда, и в этой башне он ночевал. И вот там сбоку балкончик есть. Он стоял на балконе, отдыхал. Она отапливалась камином раньше. И рядышком карантинная зона есть, куда корабли заходили и пребывали в карантине. А ведь в нее попасть можно только со стороны второго пора. И только по крепостной стене. И сразу на второй этаж. А вот связь этажей во всех, почти во всех крепостных башня осуществляется благодаря основным деревянным лестницам. Ну-ка, мальчишки, ответьте мне, почему лестницы деревянные-то в башне? Ну-ка, будущие солдаты военные. Никита, почему? Давайте помогать будем. Смотрите, как заплатил первый этаж башни. Это не значит, что башенный отряд сдается на милость победителю. Переданную лестницу легко уничтожить, сжечь. И боевые действия вели уже солдаты верхних этажей. Смотрите, как это. Помните, в начале экскурсия «Амгорилла»? Для нашей крепости бастион – это башня, заполненная землей. А тут, смотрите, в заполнении только нижний этаж башни. Там ставились тяжелые пушки, большие. А на верхней площадке ставились маленькие пушки. А сами бастионы имеют проход. Через них и по сегодняшний день можно пройти по вдоль ужасных стен. А посмотрите, какая панорама впереди. Нравится вам эта картинка? Вот это и есть самый мощный, самый древний участок обороны крепости, который называется «Цитадель-Иритинуэский замок». А «Цитадель» из итальянского так и переводится. «Замок в замке». Посмотрите, у нас так и есть этот замок. Находится в Большом замке, да? «Замок имеет форму квадрата, а по углу – круглые башни». Сколько башен? Это мы на крепостной стене с Никитой. Пошли посмотрим сейчас. Это лиман. Это вид с крепостной стены. Там еще остатки есть. Чего? Ну, вон. Ну. А это Днестровский лиман. Пойдем в полноту пыток? Сейчас пойдем. Давай послушаем. Сейчас пойдем. Два рубля всего лишь две белорусские. Доллар. Это масаж. Это не масаж делали. Это Кузня. Что? Это Кузня. Кузня? А что это Кузня значит? Вот это. Это глиотина. Деда приходит с нами в комнате пыток, смотрите какое кресло О, гильотина, где-то гильотина Это башня комендантская, мы заходили, сейчас пойдем в башню-темницу Дай телефон Сейчас, подожди Там фонарик мне нужен Пошли в темницу Дай мне фонарик, пап Ой, не видно ничего Дай телефон, хотим Подожди, не провалиться мы куда Ой, тут темно Темница Вот башня Пушкина Пойдем Пойдем сходим Вот это Пушкинская башня Назвали ее так, потому что Пушкин, когда приезжал в Аккерман Три или четыре дня тут жил В этой башне Вон балкончик слева В левом верхнем углу Пушкин там любил стоять, сидеть, отдыхать Отапливалось Отапливалось Камином Никита А это ров такой, вокруг башни И он мог наполняться водой В случае нападения осады Под Пушкинская башня А вот такой ров Он большой-большой, глубокий Во время осады Когда осада Вот заполняли его водой Так он очень-очень большой Впечатляет, конечно Впечатляет